беда в том что мы просыпаемся пол пятого утра и топчемся не знаем чем заняться почему пол пятого потому что по иркутскому это полдесятого это целая беда 5 утра просыпаться опять виноград у нее традиция такая идем на море одну виноградинку 2-3 срывает сегодня я буду нагленькой потому что нам скоро уезжать а там еще целую гроздь вчера немножко под загорели такие время пол восьмого нам не спится уже с 4 пошли гулять купаться а что делать то по иркутскому времени сколько обед уже о моя королева правда на улице прохладненько но ты возьми с собой на пляж часа через два да хочу нормально через два она сойдет сможем шалаш сделать из него даже стеснялся это вообще-то по моей части стесняться ты ничего нас не стесняешься откуда будут это это пальма это обрубают их наверное порядок наводят очистить как у нас это поляга куда вообще по россии ну срубил дерево штраф вот смотри там чухурма на дереве или апельсин и мандарин а здесь ну как бы штраф серьезно штраф если там дерево срубил и все что-то я иду такой полицейский не останавливает ты что дерево срубил я такой нет лежал мы тебе не верим ну так и сюда оформим тебя штраф будешь платить скажи а можно в тюрьму можно вашу тюрьму курортную поэтому не трогай что не твою все одеты такие подниму туристы нашли пахнущую розу я говорю что это скорее всего шиповник прям настоящий запах такой розы а шиповник от розы чем отличается ну не знаю шиповник дикий цветы у него какие-то другие ну то есть у шиповника ягоды есть да стойте скажи у шиповника есть я не знаю может быть у рода есть ягоды просто никогда не видела все ребята вот мы отдыхающий для местных наверное уже так надоели ну это прям либо люди устали либо чего-то но кого на них это может они на нас не хотят внимание обращать люди которые получают получают деньги от нас сидит на кассе взрослая женщина запихала в рот пирожок с сосиской живет у него пирожок валится ему подошел знакомый парень с ними разговаривает когда мне уже все это надоело вот это на кассу ну короче надоело ее работать ребят да не работайте приезжайте пожалуйста к нам в гости у нас вы не увидите плохого отношения непрофессионализма на кассе люди будут приветливые круглый год и летом и зимой на кассе люди будут на кассе люди будут на кассе и они уже устали от отдыхающих но не правда что это ходим такие в шортах в тапках снимаем на камеру вздыхи вздыхи она не будет жевать булочку перед тобой где она работает ты приди ко мне на работу я тебе буду приветствовать я не знаю почему так здесь правда устали за все лето либо слишком в сочи плохо действует посмотри вот идут местные а в глазах нету радости никакой ну правда ну реально она идет на работу пока ты отдыхаешь какая тут радость ты идешь на работу ты чего а потому что у нас нет в это время отдыхающих все такие же идут а ты идешь и ты самый счастливый среди всех типа я то на работу иду а ты приехала отдыхать конечно у нас все идут на работу ну за исключением тех кто где-нибудь в общем я не хочу сравнивать просто неприятно правда блин да ладно вообще мы были за границей было да просто в курортных городах местах люди все улыбаются кайфуют вместе с тобой балдеют везде есть такие люди всегда найдется со своим характером с плохим настроением или в семье что-то плохо вот он взял и выплеснул да я даже не хотел брать камеру что-то снимать потому что так было неприятно ну все это не стоит нашего внимания слишком много на этом акценте просто мне много кто даже из знакомых местных моих друзей сочинцев говорил вот вы ты прям в кепке в тапках ты прям вздых конкретный какое-то неуважение что ли да и меня не надо уважать ты просто види себя нормально как все нормальные люди ведут как у нас 10 минут идем от магазина и обсуждаем вот эту вот ситуацию у нас вокруг такая красота но но ну ты приедь ко мне в сибирь приедь в мою бурячую где я родился я никогда себя так вести не буду жевать пирог чтобы навалилось это все на рабочие изо рта и нас обвинять в том что мы себя не красиво неправильно ведем отдыхающих рапаны черные ножки я меняю рапанов я не буду это выглядит так страшно вон тут и эсминоги все эсминоги все ну тоже они как-то выглядят не очень ну вот какие-то теплицы да что они тут мандарины выращивают о море вы же долго строя смотри как долго видно по ним что он долго строится помидоры выращивают которые у меня есть помидоры а это что лавровый лист или нет это что лавровый лист это что лавровый лист санюткой купили короче подарочки аджика чурчхелла пахлава или что мы взяли чурчхеллу кому-нибудь подарим друзьям близким родственникам ну короче кому достанется мы первым встретим потому что у нас мы не можем купить много вкусностей если купить всем у нас не хватит места просто в ручной кладе у нас нет багажа у нас ручная кладь за багаж нам надо было доплатить десять тысяч четыре за сумку десять тысяч а здесь а здесь а нам не надо было там у нас просто нечего было брать с собой вещей нас хватило на дверочной кладе так а что мы взяли футболки вести подарков на тысячу чтобы заплатить за багаж ну в общем решили короче экономим на всем да не экономим на всем просто зачем нам заморочиться за багажа сдавать получать его мы летим что сюда летели что обратно мы летим с пересадкой нам багаж вот эти заморочки они вообще они там сами на пересадке перекидываются в самолет конечно только если вдруг они это где-то забудут потеряют да там если даже они забудут там забывать то нечего там особо брать нечего футболки просто две рубашки ну и на себя у нас так нормально все вошло у нас даже место осталось в супке вот для подарочков единственное что объем большой не получается и вино домашнее мы эти просили на свин на мы можем перевести как она там называется чачу у нас с этим не впустят самолет и кстати да насчет багажа если платить не платить за него если он платный багаж есть вариант мне это тоже подсказали на работе почта россии никто не отменял да можно отправить все да иди сюда берешь покупаешь винишко упаковываешь это все чтоб не помялось не разбилось идешь почта россии и отправляешь куда тебе угодно сегодня сегодня послезавтра послезавтра прилетит и нам уже все придется нет почта россия она так не приходит завтра послезавтра ну придется первым классом ну не знаю придется подождать наверное смесь чешку да ну если чешку ждать то вино уже там не дойдет но и поэтому мы здесь если хочешь насладиться да и венцом лучше сюда приехать пляж вижу уже пляж люди уже оттуда идут мы не самые первые я тебе говорю ты что тут самого утра да здесь вообще никто не не спит кроме нас сочи на его слип мы ложимся спать в 8 вечера и стоим в 4 утра вот опять эта машина чем выше город тем ниже приоры у кого-то проекты были построить комплекс гостиничный ничего-то пошло не так видно уже постройки что он уже стоит на первый год долгострою такой и особенно жаль тех людей кто мечтал планировал замахнулся на такой проект да и что-то не получилось ух ты волна правда он опять же рыбаки с удочками кстати интересно полный штиль а почему-то волна волну с турции принесло вот 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 сегодня придем сюда в обед барабульки поедим и вот и 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 их м Видно, что это коньяк, просто сидят из горла вот так, бык. Чего мы туда дальше едем? Не знаю, или что здесь, а вот здесь прям. Может эти мешки арендовать. Анютка позирует, путается, камушек черноморские у нее. Сейчас будет тень от твоей камеры, она вся маленькая. Хе-хе. Продолжение следует... 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 Говорю, эта рыба без пива вообще деньги на ветер. Ну что, начнем? Какая она жёлтенькая. Форель. О, быстренькая. Форель. Сочинская. Вкусно? Надо чистить не особо рыбу. Жирненькая такая, да? Жирненькая. 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 Сама вкусная. Вкусно? Жирненькая. Жирненькая. Ну, хотел сказать, что для тебя будет солоновато. Ну, я люблю чуть менее соленую. Но вкусненькая, свеженькая. Что пиво дать? Он говорит, неудобно так пиво пить утром, в 9 утра Можно было не сообщать время Кто знает У нас в Иркутске уже обед У нас сейчас 2 часа Воскресенье 2 часа по Иркутскому Почему бы у него выпить стаканчик пива Кто-то уже домой полетел А у нас порель Копченая Что ты отломаешь? Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok